Всем привет! Чуть больше месяца назад мы выпустили топ 10 котеек в видеоиграх. И хоть 5000 лайков то видео так и не набрало, но собакины слишком крутые, чтобы мы не выпустили ролик и о них. Да и давайте будем честны, единственное с кем котейки могут поспорить за звание самого милого существа, то это собакины. А уж по части верности, котиков они сильно обходят. Ах да, в видео возможны спойлеры. Фейбл 2 невероятно добрая и душевная игра. И даже если вы отыгрываете злого персонажа, который собственноручно принес всех жителей деревни в жертву злому богу Скорому, то кем нужно быть, чтобы не полюбить своего верного пса, следующему за вами с раннего детства? И даже если вы не особо любите заниматься в видеоиграх с заботой о виртуальных существах, то стоит только после очередного горячего сражения с Ордой Хобов увидеть, как ваш верный собакин ковыляет за своим хозяином, подволакивая раненую лапку, и вы тут же растаете. Удивительно, но в данном случае Питер Мулинье не обманул. И игрок действительно привязывается к своему мохнатому другу. И хоть собакин вышел не таким умным, как обещали, но он очень старается. Он бегает вокруг вас, гоняется по лужайке за воображаемой белкой, рычит на врагов в засаде впереди по дороге и всячески помогает нам искать скрытые сокровища. А уж момент со смертью Песеля и вовсе заставляет пустить слезу. Сыной своей жизни он бросается под выстрел, лишь бы хозяин остался жив. И в финале, когда игроку предлагают сделать выбор, большинство явно выбирало семью не ради сестры, а именно из-за воскрешения верного четверногого друга. В приличном обществе Call of Duty Ghost принято ругать и считать чуть ли не самой ужасной частью сериала. Но даже у такой спорной игры есть один неоспоримый плюс. Это немецкая овчарка Райли. И хоть, несмотря на всю рекламную кампанию, Райли появляется буквально в паре миссий, но это безусловно были лучшие задания за всю игру. Райли самоотверженно бросается в окна домиков, чтобы через секунду устроить внутри хаос, а еще через пять секунд выбить дверь террористам. Да, Собакину немного не хватает полигонов, да, анимации немного дерганые. Но всего за несколько заданий вместе с ним, игрок проникается симпатии к этому милахе. А потом, после ранения Райли, уже игрок самолично вытаскивает из-под пуль верного пса. Позже Благодарный Собакин пытается отправиться с отрядом на новое задание, но он еще не оправился от ранения, и его оставляют на базе. А жаль, мне бы хотелось увидеть с ним еще пару заданий. Серия Dead to Ride всегда выглядела как двоюродный брат из глубинки по сравнению с Макс Пейн. Тоже мрачный детектив, тоже город, похожий на Нью-Йорк, тоже замедление времени. Но было одно важное отличие – пес-тень. На протяжении всех четырех игр, пока Джек Слейд расстреливает неблагонадежных элементов, где-то рядом бегает его верный партнер. И бегает он не без дела, а в поисках рук, ног, шеи или еще каких-то частей тел, удобно подвернувшихся для кусания. И хотя по интеллекту этот песель уступает предыдущим собачкам, но чертовски крутые анимации и хорошие скрипты заставляют поверить, будто бы ты Джон Уик из третьей части. Ну что ж, это был небольшой спойлер, но кто смотрел, тот поймет. Остальные, пожалуй, этим знанием для себя ничего не испортят. Любой видевший тень в действии не будет спорить с восьмым местом для этого жутко прекрасного собакина. Кстати, напишите в комментариях, если бы вы хотели увидеть полноценный разбор этой серии игр. У нее определенно есть проблемы, но и очарования у нее точно не отнять. А вот этих песиков назвать милыми точно не выйдет. Но и не упомянуть о них тоже нельзя. Конечно, серия соулсборнов всегда пугала игроков собаками. Они быстрые, маневренные и никогда не ходят одни. Впрочем, вряд ли их можно считать за грозного противника уже после пяти часов игры. Неприятные, но не более. Но в каждой игре, возможно, кроме вторых душ, есть невероятно неприятный босс собака. В первых темных душах это, несомненно, Сив. Верный соратник Арториаса, охраняющий могилу своего хозяина. Великий волк. Да, он волк, а не собакин, но не будем придираться. Он будет до последнего защищать могилу от посягательств, вооруженные, кроме собственных зубов и костей, еще и мечом Арториаса. Босс не самый сложный, но крайне эффектный. А если знать лор, то еще и крайне печальный. Другое дело. Сторожевой пес древних богов из Бладборн. И если первая встреча с ним в конце первого лабиринта Птумеру большинству не покажется серьезным испытанием, то во вторую встречу он убил не одну сотню охотников. Огромная тварь, охваченная пламенем и способная исторгать лаву. Да и к тому же крайне маневренная. Действительно ценная добыча для любого охотника. В третьей части в первом DLC нас тоже ждет огромный волк. Хоть в этот раз без меча, но гораздо более стремительный, да и с напарником. Но хоть этот босс и неприятный, он все равно не сможет сравниться с салливанским чудовищем. Собака ли он? Не уверен. Скорее крокодил, если смотреть на его пасть. Если идти против него в одиночку, это совершенно отвратительный противник. Ну а когда их сразу двое, вам поможет лишь чудо. И конечно же мы не могли пройти мимо Диди из Metal Gear Solid 5. По сути он нечто среднее между тенью из Дэд Райт и Райли из Гоуст. Хоть он и не умеет выламывать двери при помощи террористов, он и без этого навыка отлично справляется с помощью Снейку. Диди, названный в честь компании Diamond Dog, был подобран Снейком еще щенком. Можно сказать, был спасен от смерти. А повзрослев, он щедро оплачивает своему спасителю своими умениями. Вырубить часового? Не вопрос. Перегрызть горло патрульному? Да плевое дело. Но и нельзя забывать про невероятное количество необязательных катсцен с ним. Это же все-таки игра Кодзимы, хоть и не доделанная до конца. Поверьте, взяв на задание этого милаху, вы не пожалеете. Например, обязательно захватите его с собой на снайперскую дуэль с молчуней. Да и просто собакен нарисован и анимирован с душой. Видно, что разработчикам откровенно нравилось это делать. Да-да, я снова воспользовался своим служебным положением и поставил в топ Animal Crossing. Но серьезно, Изабель, вероятно, самый приятный персонаж в этом городке. Бесконечно оптимистичная и жизнерадостная, она вам всегда поможет. А в New Leaf она даже становится нашим секретарем. Ее прообразом стала порода собачек Шитсу, что символизирует ее японское имя Шизу. Изабель стала негласным символом всей серии и неоднократно появлялась в других играх Большой N. Например, в Mario Kart 8 или Super Smash Bros. Ultimate. Впрочем, сейчас не время и не место, чтобы рассказывать, чем же так прекрасна эта игра. Поэтому давайте еще немного посмотрим на Изабель и двинем дальше. Несколько месяцев назад в нашем топе лучших хорроров мы уже упоминали о Haunting Ground. Теперь настала пора более внимательно рассмотреть практически второго главного героя игры – швейцарскую овчарку Хьюи. Как и в Fable 2, от нашего отношения к Песелю будет меняться его характер, но тут все гораздо сложней. Если заботиться о Хьюи, кормить его вкусняшками, да и просто хорошо к нему относиться, то Собакин станет более послушным, не будет далеко убегать, а также начнет чаще приносить полезные предметы. Но самое главное – ваши отношения с Хьюи влияют на концовку. Ближе к концу Фиону поймают и запрут в клетке, а Рикардо заявит, что она должна будет родить ему ребенка. Если вы били песеля или кормили чем-то невкусным, например, луком, то он на помощь вам не придет, и в финале мы застанем беременную Фиону, которая сидит в кресле и истерически хохочет. Ну а если Хьюи нам доверяет, то он поможет Фионе сбежать, и игра продолжится. Взаимодействия с Собакином сделаны довольно детально, особенно для подобного жанра, а учитывая такое влияние на сюжет, я думаю, что Хьюи заслуживает почетное четвертое место. Изначально пса задумывали как перепрограммированного робота Альянса, но позже тех врагов исключили из игры, а мы получили такого пса, которого все полюбили. Он заслуженно занимает место символа Half-Life наряду с хедкрабами, монтировкой и самим Гордоном. Согласно истории игры, его создал Илай Вэнс для защиты своей дочки. Тогда он был небольшим, всего около метра, но осмышленная Алекс со временем начала его улучшать, и на момент событий игры он уже был более двух с половиной метров в высоту, и в его теле явно видны куски техники Альянса, например, его головой сейчас является сканер. Почему же он так полюбился игрокам? Вероятно, из-за мастерски поданного сюжета. Сначала с его помощью нас обучают управлению гравипушкой, но по-настоящему сила пса раскрывается во время столкновений с войсками парой глав спустя. И как же забыть крайне драматичный момент из финала второго эпизода, когда он спасает Гордона и Алекс от советников? При своей жизни я все еще надеюсь увидеть третий эпизод или полноценную третью часть, и жду там обновленного пса. Кстати, именно его анимацию использует танк в Left 4 Dead. Сэм и Макс Как много у меня связано с этими словами. Еще до появления компьютера я увидел несколько серий сериала с отвратительным переводом, но сразу же влюбился в это шоу. Позже я залпом прошел Сэм и Макс Хит Зе Роуд. Это был классический квест от Лука Сартс. Ну и с тех самых времен, когда это означало что-то хорошее. К слову, крайне рекомендую всем любителям квестов ознакомиться хотя бы с игрой от Лука Сартс и первым сезоном Telltale. Ну а мы отвлеклись. Сэм это антропоморфный пес, одетый в костюм и шляпу. Вместе с кроликом Максом они расследуют криминальные загадки и зовут себя вольнонаемными полицейскими. В их дуэте именно с Сэму достается роль хорошего полицейского. Да и в целом он гораздо рассудительнее и спокойнее своего напарника. Впрочем, избегать курьезных ситуаций это нам не помогает. Почему именно он занял второе место? Возможно из-за ностальгии. Но когда меня спрашивают о самом крутом псев-видеоиграх, то сразу вспоминается Сэм. Он ведет себя как нуарный детектив, отменно стреляет и чаще всего находится за рулем их неубиваемого автомобиля. Идеальный герой. Вряд ли кто-нибудь будет спорить с тем, что Valiant Hearts одна из самых душевных игр за последние годы. Это не просто история об ужасах Первой мировой. Это история о людях, об их стремлениях и об их жертвах. Но не только о людях. Доберман Уолт тоже полноценный участник этой истории. Сначала он был собакой доктора, но после начала мировой войны его забрали на фронт доставлять припасы, письма и даже вытаскивать раненых. И хоть ему посвящено не очень много экранного времени, он успевает раскрыться не слабей других персонажей. И сильнее всего подкупает, что это правда. Собакины в самом деле внесли огромный вклад в ту жуткую войну. Они работали курьерами там, где человека бы мигом расстреляли. Они доставляли медикаменты на дальние уголки фронта, чтобы спасти как можно больше раненых. Они в самом деле равноправные участники той страшной войны. Сегодня у нас было много разных песиков. Но хотя бы ради подвига всех этих собакинов в то время, Уолт заслуживает первое место. Да и сам Уолт вполне заслуживает это место своей безумно печальной историей. Ну что ж, вот и подошел к концу наш второй самый милый топ года. Если вы считаете, что мы обделили вниманием какого-то собакина, то обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а теперь давайте сделаем небольшой интерактив. Мы записали, сколько лайков собрали котики к релизу этого топа. А потом, спустя такое же количество времени, мы сравним, кого же больше любит наша аудитория. Котиков или песиков? Результаты голосования приведем в одном из будущих топов. Всем спасибо за просмотр и я надеюсь вам понравилось. Ну а пока не скучайте, на нашем канале еще много интересных роликов. Также вы можете поддержать наше творчество на сайте Патреон или став спонсором здесь на канале, за что получите отдельные бонусы. Ну и всем пока! Ха, неужели вы думали, что это все? Нет, мы почти как Марвел. И вот вам сцена после титров. Вне топа обязательно нужно вспомнить о верных четвероногих друзьях из серии Fallout. Во всех частях сериала, кроме Tactics, отвратительные поделки для Xbox и Fallout 76, мы могли взять в напарники Псину. И это не проявление пренебрежения к братьям нашим меньшим, его и правда так зовут. И хоть они и разные, всех их объединяет бесконечная преданность избранному курьеру, выходцу из убежища, впрочем, не важно. В этих опасных и неприятных пустошах почти все готово тебя убить, предать или съесть. И лишь верный пес никогда не бросит. Исследовать без него пустоши было бы гораздо печальней, безусловно.